Здравствуйте! Сегодня я хотел бы поговорить о такой вещи, как один из важных компонентов, который позволит людям пережить чистку, которая на этой планете будет, и сейчас уже начата. И остаться в живых после этой чистки, и не только остаться в живых, но и перейти в новый светлый мир, в котором не будет уже войн. Дело в том, что для того, чтобы в мире не было войн, надо, чтобы их никто не организовывал. Именно поэтому новые недуги, вирусы и болезни, они поубивают тех людей, которые милитаристически и мстительно настроены к кому-то, быть может, по вполне, как им кажется, справедливым причинам, и которые, если им будет возможность, мгновенно начали бы войну с тем или иным народом или государством. Вот, например, если рассматривать на недавнем конфликте в Карабахе, есть очень много азербайджанцев, которые страстно ненавидят армян, как и армяне, которые очень сильно ненавидят азербайджанцев по национальному признаку. Это все очень опасные тенденции и являются успешным залогом того, что они не переживут, скорее всего, большинство из этих людей, кто не поборол себе порог мстительности, они не переживут чистки и будут погибнуть во время чистки. Это будет справедливо, гуманно и правильно, потому что их нельзя пускать в новый мир. Потому что, представьте, если впустить, даже не обязательно называть национальности или страны, например, там, человек со стороны Х, который ненавидит всех людей, которые живут в стране Y. Вот, если и наоборот, там, люди, которые со стороны Y, которые ненавидят всех людей, которые живут в стране названием X. Вот, если их не погубить, оставить живых, таким образом впустить в новый мир, то, когда они войдут в новый мир и там, ну, обживутся, что они будут делать после того, как привыкнут к нему? Они снова бросятся друг на друга и давай бороться. Ну, с огнестрельным оружием, а, возможно, даже с ядерным оружием, если будут иметь к нему доступ. А это же, ну, очень опасно. К тому же, Господь создает через чистку новый мир не для того, чтобы старая вот эта грязь перешла благополучно в новый мир и начала разрушать его. И вообще, Господь создал мир людей не для того, чтобы люди нашли какие-то эфемерные причины и давать друг другу убивать из-за этих эфемерных причин. Господь создал для того, чтобы человечество было счастливо и развивалось, и ресурсы тратило не на то, чтобы военной техники побольше собрать с заводов, и наемников там побольше нанять, и своих салат получше обмундировать, чтобы они с лучшим инвентарем пошли в бой. А для того, чтобы, в первую очередь, человечество развивалось и духовно, и материально развивалось, и не убивало друг друга, потому что убийство, вообще-то, весьма мешает развитию. Это то, что против развития. Поэтому никогда не надо сознательно никого убивать. Вот, и поэтому люди, которые не смогли изжить в себе мстительность, ненависть к какому-то человеку, который доходит до такого, даже стоит, что там, он готов его убить или серьезно изранить, даже если тот на него не нападает или слишком незначительно к нему плохо относится. Вот, и все эти люди, они достаточно порочные будут, и их не пустят в новый мир, большинство из них, даже не столь потому, что они грязны достаточно сильно на духовном уровне, но и потому, что они, с большой вероятностью, через некоторое время будут пытаться разрушить этот мир, будут пытаться втянуть еще и других людей в свои глупые войнушки. Ну, короче говоря, все то, что здесь в этом мире было, будут попытаться развертывать там. Вот, и Господу не нужно, чтобы новый мир превратился в такое же безобразие, как и наш мир, чтобы снова большая часть денег уходила на то, чтобы одни люди борются с другими людьми, то богатые греют на этом руки, и основная часть населения живет как полурабы, как в некоторых странах можно наблюдать. Всего этого не нужно, но самое главное, что не нужно войн, потому что войны могут закончиться ядерной войной и ликвидация вообще всего. А это не входит в планы, Господи. Поэтому вы должны обязательно избавиться от этих пороков, в том числе от порока мстительности, чтобы войти в новый мир, чтобы вас туда впустили, и пережить 26-27 год. Потому что если вы не избавитесь от этих пороков, если, например, конфликта Азербайджана и Армении, если вы, например, азербайджанец, который ненавидит или очень сильно не любит армян, только по национальному принципу, то вас туда опасно просто впускать в новый мир, потому что вы там свою ненависть будете так или иначе, если подвернется случай, проявлять. А если, допустим, у вас будет доступ к какому-то серьезному оружию стратегическому, то вы ее просто жуть как можете проявить. Вот это же касается армян. Они должны изжить эти недостатки. Индикатором хорошим будет служить то, например, в случае вот этих двух народов. Если армянин достаточно хорошо просветлился и пропитался истиной, там изжил из себя пороки мести, например, у меня есть видео, как изживать, ликвидировать, ослаблять и приручать все пороки, какие встречаются наиболее крупные в человеке, в том числе и как изживать и ослаблять мстительность. У меня есть видео, как это сделать и подход к пониманию тому, как это эффективнее сделать. Вот, например, если армянин какой-то смог, ну, например, при помощи моих видео, изжить этот порок и ослабить, или, может быть, он каким-то другим светлым путем пошел и тоже добился такой же цели, вот, то тогда хорошим индикатором служит то, что такой армянин, если посмотрит на военного, даже азербайджанца, он не почувствует никакой ненависти. Это хороший индикатор того, что у армянина исчезла мстительность относительно этого человека, относительно нации азербайджанцев. Потому что у очень многих армян есть некоторая ненависть и мстительное чувство к азербайджанцам. Так же, как у азербайджанцев и к армянам. И, честно говоря, трудно сказать, у кого из них больше мстительности. Это все должно обязательно быть ликвидировано. Это хороший индикатор, когда, если армянин сможет так просветриться, что ничего не чувствует, когда будет видеть, ну, отрицательных эмоций и мстительности не чувствует, когда будет видеть военного азербайджанца. Так же, как и наоборот. Если азербайджанец увидит военнослужащего Армении, то он ничего не почувствует, никакой ненависти к нему не почувствует. И желание мстить или повредить ему каким-то образом не почувствует. Это хороший индикатор тому, что вы теперь годны, и вы теперь сможете пройти в новый мир. И, скорее, ну, и более вероятно, разрушительные процессы чистки, которые сейчас уже инициированы и грядет, они вас не тронут и не погубят. И вы останетесь живой после 26-27 года. И вступите в новый мир. Вероятность этого увеличена. Значит, если вы действительно чувствуете такое, что ничего не чувствуете негативного, к нации, с которыми недавно был конфликт. Да и это касается не только этих наций, но и вообще к кому бы то ни было. Очень важно изжить мстительность и оставить дни гнева и ненависти между нацией, между людьми, в прошлом, навсегда. Только так вы вступите в новый мир. Это вполне оправданно и правильно, потому что новый мир чистый, не воюющий друг с другом, лишенный контроля пороков над ним, по большей части непорочный, его и смогут сделать, и составить, и поддерживать его существование только те люди, которые сами таковы, которых не ведет никакой порок, ну, так, чтобы это было сильно заметно. Понятное дело, что в той или иной степени все грешны, но нету сильного контроля, порока над человеком. Такие люди смогут создать и поддерживать существование нового мира, которые не хотят никому мстить, поэтому они не станут причиной никаких войн. И поэтому в новом мире и не будет никаких войн, потому что слишком мало людей будет слишком слабо этого хотеть, или того лучше, вообще ни один человек не будет этого хотеть. А ведь любому процессу нужна сильная подпитка мотивами, а если не оказывается людей с сильными мотивами, желающих этот процесс, желающих этот процесс, то этот процесс и не начнется, никак иначе. Вот, и поэтому будьте таким человеком, который сможет реализовать новый светлый мир, не только реализовать, но и поддерживать его долго и десятилетиями. Но для этого нужно быть праведным, и ни в коем случае нельзя пропускать ведомости вас с пороками, потому что если вас будут вести пороки, то, ну, рано или поздно вы к ним скатитесь, если они слишком сильны внутри вас. Поэтому ослабляйте, и приручайте пороки, делайте их не ведущими вас, а пусть ведут вас светлые, светлые мотивы, светлые влечения и стремления, а не порочные стремления и мотивы. И тогда все будет хорошо, тогда потому что вы уже и точно создадите новый светлый мир, и переживете 26-27 год, переживете чистку, потому что такие нужны как раз люди в новом мире. И поэтому большую вероятность переживете чистку и сможете стать опорой нового мира, потому что вы сами просто, если будете настолько чистыми, вы сами просто не будете разрушать свой же собственный мир, что как раз и входит в планирование Господа, чтобы люди просто не разрушали свой собственный мир на основе тех или иных пороков, своих мелких мстительных войнушек, всяких недовольств, манипуляций теми или иными влиятельными людьми не включались, не втягивались в эти манипуляции и так далее. Да и темных влиятельных людей там будет намного меньше, чем в нашем мире. Просто станьте светлыми и тогда вы переживете чистку и переживете ее завершение и вхождение в новый мир и сами станете оплотом этого нового мира. Иначе вас туда просто бессмысленно пускать, поэтому туда вас не впустят в большой степени вероятности. Трансформируйтесь и будете счастливы. Или не трансформируйтесь в светлую сторону и отправитесь куда-то еще. в следующем году. Спасибо. Продолжение следует...